Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Вся, конечно, размылась. Снижаем непрозрачность этого слоя до 50%. Значение для всех изображений одинаковое. Режим наложения ставим за темнение. Копируем этот слой. И в нем только, лишь меняем режим наложения на замена светлым. Эти два слоя собираем в папку, а вот здесь уже, друзья, смотрим на свою обрабатываемую фотографию. И в зависимости от этого снижаем непрозрачность этих слоев. Включаем черную маску на папку с данными слоями. Берем кисточку белого цвета, мягкую, стандартную, круглую. Теперь проявляем ретушь на коже. Рисуем опять на маске, друзья. Но на папке вы, в принципе, рисовать и не сможете, в отличие от слоев. Кожа у нас получилась, конечно, вы видите, слегка замыленная. Теперь нам нужно добавить текстуру. Для этого мы делаем серый слой. Будем создавать имитацию текстуры. Режим наложения перекрытия. Обязательно ставим галочку 50% заливка серым. Применяем фильтр. Шум. Добавить шум. Увеличили изображение. И также в значениях ориентируемся только на свое обрабатываемое фото. Здесь стандартных числовых значений нет. Теперь на шум накинем тиснение. Включаем соответствующий фильтр. Также в значениях ориентируемся на свою фотографию. А угол, обратите внимание, друзья, проставляем соответственно световой схемы вашей же фотографии. Замечательная получилась имитация текстуры, согласитесь. Если нужно, можно ее слегка подразмыть еще. Воспользуемся фильтром размытия. И текстура также нам нужна только на коже. Включим на этот серый слой маску и, зажав клавишу Alt, перенесем маску с предыдущего слоя с ретушью на слой с текстурой. Добавим детализации на наше изображение. Мы будем работать в каналах. Для этого перейдем на рабочий слой без ретуши. Зайдем в каналы. Включим синий канал. Он самый контрастный. Зажав клавишу Ctrl и кликнув по иконке канала, выделим только цвета. Скопируем их сочетанием клавиш Ctrl и C. Включим все каналы. Перейдем в слои. Встанем на самый верхний слой. И клавишами Ctrl и V вставим скопированное изображение из каналов новым слоем. Ну а далее, друзья, у нас стандартные действия для добавления резкости. Мы заходим в фильтр, другое, цветовой контраст. И также, друзья, смотрим на наше изображение. И в соответствии ему меняем радиус. Режим наложения этому слою ставим линейный свет. И данным действием, друзья, мы мягко и корректно добавили резкости и четкости нашему изображению. Слои с ретушью я также сложила в группу. Включим корректирующий слой кривые и немного осветлим фотографию. А далее нас ждет большая кропотливая работа по прорисовке цвета теневого рисунка по усилению объемов. Прорисовывать цвета и тени, друзья, мы будем на сером слое. Создаем его. Не забываем ставить галочку 50% заливка серым. Создадим слой помощник. Включим корректирующий слой микширования каналов. Красную вводим влево, чтобы картинка у нас полностью стала черной. Зеленый ведем вправо, чтобы начали проявляться, обозначаться детали. Возвращаемся к красному. Двигаем вправо, чтобы еще больше обозначить цвета и тени. И дорабатываем слой помощник, двигая синий ползунок. Продублируем серый слой. На одном мы будем прорисовывать цвета. Я его так и называю. На втором будем прорисовывать тени. Также, соответственно, я его переименовываю. Сначала будем усиливать рисунок в цветах. Переходим на соответствующий слой. Выбираем инструмент осветлитель. Обратите внимание на панель настроек. И рисуем мягкой стандартной круглой кистью. Только регулируем экспонирование, то есть силу осветления. Здесь все очень просто, друзья. Проходимся по светлым участкам, усиливая их. Благодаря включенному слою помощнику у нас сейчас очень хорошо просматриваются света и тени. Все светотеневые переходы. Еще раз напомню, мы работаем сейчас осветлителем, прорабатываем светлые участки, усиливая их. И вы, наверное, обратили внимание, что в настройках кисти я отключила нажим пера. Настройки стандартные, друзья. Нет каких-то особых настроек для тех, кто работает пером или тех, кто работает мышкой. Данную работу можно производить аккуратно и хорошо, как пером, так и мышью. Под рукой я держу серую кисточку, о которой я расскажу чуть далее, чтобы корректировать прорисовку. Прорисовка, друзья, занимает практически самую значительную и затратную по времени часть обработки. Но и от нее в конечном итоге зависит, насколько хорошо и красиво будет выглядеть ваша работа в финале. Для прорисовки мелких деталей, конечно, мы уменьшаем размер кисти и увеличиваем размер картинки, чтобы нам было удобней, лучше рисовать и вид, да все-таки где и что мы прорисовываем. Отключили слой помощник. Проверяем, что нарисовали на данном этапе. Включаем все обратно. Переходим на слой тень. Выбираем инструмент затемнитель. Также обратите внимание на панель настроек этого инструмента. Проходимся по темным участкам, также усиливая их. Особое внимание, друзья, уделяем небольшим деталям. Этим самым мы с вами делаем картинку детальнее. Пройдемся по глазам. Для того, чтобы корректно прорисовать глаза, можно отключить слой помощник, так как во включенном варианте он нам может исказить картинку. Также прорисовываем радужку, также рисуя затемнителем по темным участкам. Немного пройдемся по контуру глаз. И также затемнителем можно дорисовать реснички, увеличив экспонирование. И, конечно, самое большое внимание мы уделяем глазам. Особенно, друзья, в портретной фотографии. Здесь у нас, конечно, не портретная фотография, но все равно глаза – это самая важная часть фотографии с людьми. Поэтому не ленимся и глаза прорисовываем, прорабатываем более тщательно. Давайте посмотрим. Я отключу серые слои с прорисовкой, и вы посмотрите, какая разительная разница с прорисовкой и без. Следующий этап – детальная прорисовка. Еще более тщательно мы будем прорисовывать детали на фотографии. Для этого мы с вами включим дополнительное окно. Зайдем в окно «Упорядочить». Новое окно для и названия вашего документа. Откроется то же самое изображение в новом окне. Мы его перетащим в уголочек. Перетаскивайте то место, где вам будет удобно наблюдать за вашей работой. Для чего мы, собственно, это окошко и открываем? Чтобы наблюдать за нашей работой, наблюдать за изменениями, как это будет смотреться со стороны, потому что будем прорисовывать детали, и, соответственно, картинку укрупним. На большом увеличении мы будем рисовать. И нам обязательно нужно видеть, как это будет смотреться со стороны. Для этого, еще раз повторюсь, открываем окошко. Рисуем на слое света осветлителем. Работаем с губами. Отрисовываем детали губ. Далее диапазон инструмента-осветлитель нам нужно поменять на подсветку и прорисовать блики, блеск на губах. Но хочу обратить ваше внимание, друзья, делаем это аккуратно, чтобы не было чересчур. Также вот, видите, да, я некрасиво прорисовала на верхней губке цвета. Тут же, нажав клавишу B, у меня включается кисточка. Серый цвет наготове, как я уже и говорила. И вытираем некрасиво нарисованные моменты. Опять включаю я инструмент-осветлитель. Диапазон подсветка. Переходим к рисованию бликов в глазах. Искусственные блики рисуем противоположной стороне от натуральных. Как мы настраиваем эту самую серую кисть? Основным цветом у нас должен стоять средний серый цвет. Для этого мы открываем палитру и проставляем в окошечках RGB значение 128. Во всех трех окошках, да, одинаковое значение. И вот, когда я рисую на сером слое, что-то некрасиво нарисовала, нажимаю клавишу B на клавиатуре, у меня включается кисть, а серый цвет у меня уже выбран основным. Серым цветом на сером слое закрашиваем, как ластиком на обыкновенном слое, друзья. Мне, наверное, надо было об этом рассказать в самом начале. Как-то я неправильно, наверное, это все сделала. Прошу меня за это извинить. И продолжаем прорисовку. Прорисовку бликов вот в данный момент. И вы видите, в дополнение кисти, да, как можно еще исправлять недочеты и ошибки, у меня включена палитра история, я по ней могу возвращаться назад, делать отмену неправильных действий. Когда какая-то прорисовка, какие-то линии вам кажутся слишком жесткими, слишком грубыми, можно тут же выбрать инструмент размытия и немного размыть данные штрихи. Прорисовку мы закончили. Посмотрим до-после. Но изменения, конечно, вы видите. Изменения значительные. Слои с прорисовкой я положу также в группу. Разверну группу. Сделаю еще один серый слой, но режим наложения, обратите внимание, я поставила перекрытие. Почему мы поставили другой режим наложения? Этот режим наложения, перекрытие, дает более усиленный эффект от прорисовки. Зачем он нам нужен? А за тем, что мы сейчас, друзья, будем с вами прорисовывать волосы, добавляя им блеск и детализация деталей одежды, ну и, собственно, саму одежду, а именно складки на одежде. Прорисовываем бант. Немножко излишне мне показалось, я добавила на него детализация. И теперь переходим к волосам. Я прохожусь осветлителем по светлым участкам, добавляя им блеска. Волосики немного спутанные. Мы здесь не делали ретурс с помощью частотного разложения и волосы не разглаживали. Но далее мы к волосам будем применять эффекты и фильтры, и они у нас станут более гладкие, более пушистые. Далее нам нужно будет прорисовать осветлителем отдельные золотые волоски. Те, кто работает мышкой, вам нужно сделать размер кисточки совсем-совсем маленькие. Те, кто работает пером на планшете, вам нужно включить функцию динамика формы. И в ней управление нажимом пера, чтобы кончики у рисованных волосиков были остренькие. И начинаем проявлять эти золотые волоски. Также в диапазоне подсветка мы работаем. Этими действиями мы как и усиливаем детализацию, так и добавляем привлекательности и блеска волосам. Также нам в волосах нужно прорисовать и тени. Для этого мы, конечно, включаем инструмент-затемнитель. На нем работаем по-прежнему в средних тонах, экспонирование небольшое. Проходимся по затемненным участкам. Также проработаем бант, и вот переходим к одежде. Прорисовываем складки. Также усиливаем святые тени на складках одежды. Не забываем про юбку. Кусочек юбки у нас не будет закрыт декоративной рамкой. Ее будет видно и юбку также нужно прорисовать. Ну и конечно нужно прорисовать композицию, которая стоит рядом с девочкой. Проходимся осветлителем с диапазоном подсветка по свечкам и немного по елочным веткам, добавляя данной композиции блеска и свечения. В ходе обработки я прорисовывала и венок, который находится над головой девочки, но мне он показался совершенно лишней деталью. Далее мы с вами уберем его. Вы же, если будете тренироваться на этом же фото, венок не прорисовывайте, а вернитесь на изображение, где мы размывали фон, и по маске верните размытие на венок. И вот, сделав пустой слой, именно над слоем с размытием, мы, поработав штампом, заштампуем остатки от венка. В настройках инструмента штамп ставим непрозрачность инструмента небольшую, 50%. Включаем активный слой и ниже функцию и заштамповываем венок вокруг головы девочки. Старайтесь, пожалуйста, образец брать вот со светлого пятна, который находится немножко левее, и вокруг головы заштамповать светлым, потому что волосики у девочки темненькие, и чтобы отделить девочку от фона, соответственно, фон должен быть чуть светлее. И наоборот, если бы волосики были светлые, мы бы фон притемняли. Добавим синих оттенков на фон. Над слоем, где мы работали штампом, создадим новый слой, режим наложения светлее, и возьмем вот такого оттенка синий цвет. Возьмем кисточку, мягкую, круглую, непрозрачность, маленькая, 10%, и рисуем по фону. Включим маску, зальем ее черным цветом, и уже более аккуратно будем работать. Проявим синий цвет, и если нужно, черным цветом, работая по маске, вытрем синий цвет с модели. Продолжим далее работу с волосами. Добавим волосам цвет. Встанем на самый верхний слой, это у нас группа. Встанем на группу, и включим новый пустой слой. Режим наложения мягкий цвет. Возьмем образец цвета с волос, примерно вот такой, и рисуем кисточкой по волосам. Вот мы добавили цвета волосам. Далее мы будем дорисовывать волосы. Так как мы модель не вырезали, волосы на краях получились размытыми. Для этого нам нужно выбрать кисточку для рисования волос. Эти кисти у вас находятся в папке с материалами. Пожалуйста, выберите кисть и сделаем настройки для рисования волос. Друзья, сейчас я показываю настройки для тех, кто работает на планшете, те, кто работают мышкой. Вам придется, конечно, на данном этапе сложнее. Но работаете так же, только делайте размер кисти совсем маленький, совсем небольшой. Делайте непрозрачность кисти, но берете так же, зажав Alt, образец цвета с волосиков и рисуете. Затем переключаетесь на мягкую круглую кисть с небольшой непрозрачностью и проходитесь по кончикам, заостряя их. Ну, а те, кто работает на планшете, вам совсем не сложно сделать данную дорисовку. Образцы цвета берем как светлые, так и темные. Дорисовываем светлые и темные волоски. Но со стороны света добавляем светлых волосков. Можно открывать палитру и более точно подбирать цвет и оттенок. И вот вы видите, где мне не нравится прорисовка, я также, у меня открыто, окошко истории, возвращаюсь на несколько шагов назад. А здесь я взяла обыкновенную круглую кисточку, размер всего 1 пиксель и добавляю тонюсенькие светлые волоски, еле-еле обозначая пушистость волос. Ну и конечно, если какие-то волоски вам не понравились, включаем маску на этот слой или, если кто совершенно уверен в своей руке, берет просто ластик и подправляет, корректирует отрисованные волосы. И на этом этапе, друзья, позвольте вторую часть данного урока также закончить. Я специально не делаю длинными и большими части, чтобы вас не утомлять. Работу мы ведем полэтапно. И на этом всего доброго. До встречи в третьей заключительной части этого урока.